Ребят, всем привет, с вами Левша и сегодня у нас ТС-5, новая премиум ПТ-шка. Дим, привет, видел танковый премиум, да, да, это вообще, кстати, меня порадовал насчет, но новый танковый премиум очень прикольный. Вот, а еще с учетом того, что можно два, ой, два, две карты вычеркивать, это вообще большой плюс. Но у меня одна карта, это аэродром, сразу она улетает в ангар. Единственное, это карта, нормально, когда ты на арте играешь, вот, а насчет второй карты я подумаю еще, потому что есть еще несколько карт. А когда выйдет новый видос, Левша ржет, ну типа ржет, короче, этот, Левша ржет попал под такую, с Левша ржет есть некая проблема. Какого плана, сейчас расскажу. Так, Свинвок и Гудлика, здорово, здорово, сейчас две секунды, братан, расскажу и этот, отвечу на вопрос. Как раз когда этот, будет удобный момент. Смотри, под какую тему попала Левша ржет? У меня на складе, склад Левши, склад Левши, второй канал, кто не знает, там нарезки выходят, все дела. Вот, каждое утро, там 8 утра нарезки выходят, люди смотрят, людям нравится. Вот, но просмотры там действительно стабильные идут и постепенно-постепенно просмотры растут. Вот, если мы уберем видосы вот эти, которые там по 200, по 300 тысяч просмотров набирали некоторые, то есть, если мы уберем все громкие видосы, то просмотры там в целом нормально набираются. На складе Левши. И на складе все оперативно выходит, реально оперативно. Чтобы сделать нормальный выпуск Левша ржет, надо собирать материал, там, пускай месяц, ну, где-то месяц, полмесяца примерно, если активный стрим есть. И потом вот вышел новый, вернее, как мне, Владук скинул новый выпуск Левша ржет, а там, ну, вот, все это на складе люди видели уже много раз. Ну, на складе видели, причем некоторые моменты, которые были у других стримеров, и там у того же еще и КГБ, ну, короче, и такое на самом деле. И, ну, подмодерируем его, конечно, этот выпуск еще, чтобы там более-менее свежие моменты какие-то попали. И потом уже буду думать дальше, что делать с этой рубрикой. Так, сын, Вок и Гудлика, спасибо тебе, 100 рубчиков, давно. Че по кибершпорту прошедшему? Понравился, Вирс? Как сами бои? Интересные или пока комментируешь не особо впечатляюще? Ну, смотри, короче, да, когда комментируешь, ты, естественно, не совсем наслаждаешься самим боем. Тем более, в таком все равно 3 на 3 он незнакомый формат, его, конечно, проще комментировать, чем любой другой формат. 3 на 3, ну, такое на самом деле, я его не воспринимаю всерьез. 3 на 3, знаешь, в каком плане, я его не воспринимаю всерьез, потому что я понимаю, как только там хоть немножко будет призовых, встречный бой, это будет несмотребельно от слова совсем. То есть, никто рисковать не будет, но это проходили уже, 7-42, стандартный бой, все дела. Здесь то же самое, ничего не поменяется, поэтому я такой смотрю, ну, атака оборона, а 3 на 3 атака обороны, я хрен знаю, как там выпушивать. Ну, короче, нет, я вот за неимением 7 на 7 все-таки остается в игре пока один нормальный формат, 15 на 15. Так, Владимир, спасибо за 100 рублей, привет, Дим, норм, орех, я тут с недавних пор начал смотреть красаву, говорю, чего в корм его не позовешь? Паренек явно пытается чего-то достичь, по твоим крылом, я думаю, ему было бы намного проще проявить себя. Спасибо, Владимир, красава, да, мы же всем знакомы, он был в первом корме, но смотри, в первом корме много кто был, всех нельзя было взять. А по поводу корм, нам не нужен больше этот, количество людей в корме, смысла нет клана раздувать, честно. Но вот красава придет, значит, он будет занимать место другого игрока, а у нас и так несколько игроков уже по факту поотваливались, из-за того, что они просто не могут в основу попасть. Так что я-то с радостью бы всех бы взял в корм, но тут, как говорится, корм не резиновый в этом плане. Вообще, учитывая, кстати, вот смотри, взять этот, другие марафонные танки, тяжело сказать, что вот эта ПТ-шка уступает другим марафонным танкам, в чем-то. Вот, а если взять, ну это пока баланс против восьмерок, естественно. Вот. А учитывая то, что этот марафон, он же легче всех предыдущих. Так, ладно, здесь я... Ну, тут, кстати, я уже не такой босс. Потому что я здесь играл против семерок-восьмерок, и я их смог спокойно, типа, наказывать. А тут... Не-не-не, я не выйду. Да-да-да-да-да, нет. Тут я даже близко не выйду, меня моментально сбреют. А вот это арту эссети. Ну, вот, вот, пожалуйста, тебя. Все, все замечательно, пока не встретишь каких-то боссов. Боссов. О артусе поговорили, и вот он вылез. Блин, я сейчас с двух сторон. Ой, в попытках хоть как-то урона стрелять, упоролся, и все. Ну, а где-то первый такой сливной бой получился. 300 урона. Ничего не смог сделать. Ну, вот, хорошие, кстати, показатели, когда ты на этой ПТ-шке, она вроде себя нормально-нормально чувствует. Расстояние чуть больше среднего, и какой-нибудь артуэсс выходит, ну, все, ты текаешь. Моментально. Так, вот эту БЛТ-шку как-нибудь. Хорош. А с этим я сам пойду разберу сейчас. Ну, И-6 вообще, как бы. Охереть. Это я приехал. Ой, нахер я ему приехал помогать. Да, приехал помогать. Еще с одним уроном вздох. Ой, да нахер он мне нужен был, это я с 3-й. Стоял бы Кимперил и Кимперил, остался бы без урона, но и хер с ним в конце бы накидал. Поможешься, главное, на Т-67 сыграю. Пока все равно делать нечего. Про новую танковую примаколу, что думаешь? Ну, охеренно. За те же самые деньги, получается, ты получаешь больше плюшек. Вся эта цена не меняется, а плюшки добавляются за те же деньги. Ну, это окей, это классно. Мне бы особенно понравилось это, типа неделю копишь и там через неделю забираешь. 750 тысяч кредитов. Если в течение недели, конечно, наберешь эту сумму. У ПТ-шки есть минусы какие? Пробивается НЛД, пробивается вот этот лючок. На большие расстояния тяжело попадать. Из плюсов, ДПМная пушка. Есть, в принципе, в целом, если против восьмерок кидают, брони хватает. Не все знают, куда пробивать, вот. На средних и коротких дистанциях разваливает жестко. Это как вот, как ПТ-шка? Да, нормально, ПТ-шка. Пойдет. Для восьмерок... Против восьмерок она жесткая. Если мы рассматриваем ее как ПТ, а не как танк, который может сильно влиять на бой с точки зрения, там, мобильности и всего остального. На мобильнице, конечно, хочется побыстрее. Мне, как человеку, который любит на более активной технике играть. Вот. А так для восьмерки, конечно, ПТ годная. Против восьмерок. Никитов пишет. Дим, скажи, что с Рином. Он в последнее время не хотя играет. Херню творит. Может, ты в курсе, что с ним? Ну, есть подозрение, что ему поднадоели танки. В целом. Есть такое подозрение у меня. Вот. Потому что Андрей вообще попадал еще в основной состав 15 на 15, но он сам бы сказал, ребят, я хочу пропустить турнир. Я думаю, это связано, может быть, с тем, что ему просто поднадоели танки. Ну, все может быть. Тем более он же с танков нормально не зарабатывает, чтобы у него была там такая мотивация в плане там заработка, чтобы этим заниматься только ради того, чтобы там хотя бы зарабатывать. И вот. Поэтому. Может быть, из-за этого. Вот. И он там. Может, чем-то еще параллельно занялся. И здесь так чисто по фану осталось. Прям точно тебе не скажу. Блин, короче. Что за перчатка была? Я не знаю. Она в Краснодаре на площадке. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я налево еду. Вот. В Краснодаре на этой площадке, короче, повесили груши. Мы когда в Тринет приехали на репетицию, там висели две боксерские груши. И там можно было, короче, пробивать и показано, сколько у тебя ударов. И я даже в сторис там записывал. И я там пару боковых, короче, дальних вложил. С правой руки. Это Пороша. Вот. У грани было в сторис. У меня есть в сторис записано. Вот. Все нормально. То есть, все нормально, короче. На следующий день я пришел, и там было мероприятие, хотели подложку снять, ну, там, короткую, для того, чтобы потом в перебивке на стрим вставить. И типа, типа, голову ударить. Поэтому. Перчатки. Одел эту перчатку. Я не знаю, для кого это перчатка была и что за перчатка была. Короче, одел эту перчатку. Дал два раза. Тоже опять боковое. И все. И у меня какая-то херня теперь с рукой непонятная. Именно, где кисть. Мне кажется, я очень смело поехал. Вам так не кажется, ребят? Я сдох. Я поехал очень герой. С ними я что-то уже погорел, на самом деле, вот, от этого боя. Он такой, очень скучный. Надо было вообще, я с направлением не угадал. Надо в следующий раз сюда будет поехать. Давай, 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 выходи. Просто борода. Как я вообще не попал него. Ты готов помогать с уроками? Нет. И не буду помогать с уроками. Ребенок сам должен учиться. И в школе должны. Обучай так, чтобы ребенок учился. Сам будет. Не проблема. Даже не проблема. Там, сесть, конечно, помогать не проблема. Нанять какого-нибудь там старшего класса, чтобы помогали. Но нет. Пускай сам будет. Мне вообще без разницы, на самом деле, какие будут оценки у малого. Я сам вспомню, как я учился. Ну, попал до оценок, там, двойки, тройки, вот, без разницы. Самое лучшее в башке знание есть. Потому что есть школы, где, там, дети отличники, потом переходят в другую школу, и они там вообще, оказывается, ничего не знают. Или наоборот, там, учатся на тройке в какой-нибудь школе, вот, переходят в другую школу, а они там отличниками становятся. Не знаю, оценки вообще, это самый... И по дефолту, например, я помню прекрасно, когда, там, например, ты троечник, и вот что-то где-то упало, что-то где-то выстрелило, и ты охеренно написал какой-нибудь там диктант. Ну, реально, ты его охеренно. Ну, из-за того, что ты по жизни двоечник и троечник, тебе никогда не поставят пятерку. Ну, реально, тебе просто поставят четыре какого-нибудь с плюсом. Ну, типа, учительница такая, да как так, ну, не может быть такого, где-то подвох. С читера, это читер, говорит, вот. Или наоборот, если ты всегда отличник отличен, потом ты обосрался, тебе должны вставить два или три, тебе, конечно, тебя вытягивают. Ну, короче, нет, оценки, оценки-то вообще не показательные. Ну, по крайней мере, для меня. Что-то в башке вот это показатель. Подписывайтесь. Пока-пока.